Череду юбилейных событий в институте открыла первая международная научная конференция «Соломинские чтения». Она посвящена памяти академика и ученого Виталия Ивановича Соломина и научному направлению, в котором он работал. Школу, которую организовал Виталий Иванович, она достаточно серьезная, с подготовкой большого количества аспирантов, докторантов. И, соответственно, и сейчас, в настоящее время, у нас занимаются, учатся в аспирантуре еще аспиранты, руководителями которых являются как раз-таки ученики Виталия Ивановича Соломина. Виталий Соломин работал в Юргу с 1953 года. Через 13 лет он основал кафедру строительной механики, который бессменно руководил в течение 35 лет. Научные разработки группы ученых под руководством Виталия Ивановича использовались при расчете фундаментов гостиниц «Националь», «Будапешт», «Белгород-Москве», выставочного зала Союза художников России и других уникальных зданий и высотных сооружений. Виталий Иванович был связан очень тесно с проектными организациями. И поэтому, такие как «Легион-проект», «Уралаз-проект», который сейчас, к сожалению, уже распался, не существует. Поэтому мы бы хотели на этой площадке дать слово именно проектировщикам, опытам проектирования. Вот выступал Сергей Борисович Шматков, ученик Соломина, а он продолжает его дело. Вот эти высотные сооружения, дымовые трубы – это передовые технологии, по которым ведутся расчеты этих конструкций. Виталий Иванович – это мой научный руководитель. Я проработал на кафедре 18 лет. Под его руководством я защитил кандидатскую диссертацию. И в дальнейшем у нас были тесные контакты. Мы написали книгу, которая была издана в строиздате по расчету фундамента конструкции. Поэтому я не принять участие в этой конференции просто не мог. На конференции представили семейный сборник. В его основе лежат воспоминания отца – Виталия Соломина. Продолжить фиксировать семейные достижения решила дочь известного ученого. Когда мы начинали эту работу, мы просто хотели издать воспоминания дедушкины. Но потом все это переросло в огромный труд. Мы три года занимались, собирали материал. В итоге мы нашли свое родословное, начиная с 15 века. И книга открыла нам глаза на самих себя. Мы поняли, что мы член огромной-огромной семьи Соломиных. Нам есть чем гордиться и кем гордиться. За время работы в ЮРГУ Виталий Соломин подготовил большое количество учеников, которые сегодня работают за рубежом. В Германии, Новой Зеландии, США, Казахстане, по всей России и в ЮРГУ. Некоторые из них приняли участие в конференции в онлайн и оффлайн режимах. Так, Оксана Казанова из Беларуси стала руководителем секции, где обсуждали все, что связано с расчетом железобетонных конструкций. Доклады подсвечены инновационным исследованиям в развитии той теории, которую предложил Виталий Соломин и его научная школа. Мы, как я, Сергей Викторович Босаков, научный консультант, мы, профессор, доктор, мы, как продолжатели союзных традиций, российская школа Виталия Ивановича Соломина, это, ну, скажем, такая союзная была школа в начале, потом она уже стала больше российская. А мы белорусские, так считайте, что мы как бы в едином пространстве. И им тоже приятно оказалось увидеть нас в том, что мы на их книжках, у нас их монографии, это наши научные, скажем так, основополагающие книги, с которых мы начали свои исследования. В конференции также приняли участие студенты Архитектурно-строительного института ЮРГУ. В планах проводить соломинские чтения на постоянной основе.